Здравствуйте! Алматинские истории продолжаются. Я нахожусь в скверике, рядом с которым раньше находился любимый многими поколениями кинотеатра Латау. Ниже него, прямо за ним, располагался еще один Алматинский двор, который мы, пацаны, называли Алатауским двором. Я проходил через него много-много раз и никогда не подозревал даже, что в этом доме, в этом дворе проживало такое большое количество выдающихся деятелей культуры. И вы не поверите, сегодня встречу я называю счастливой встречей, потому что об этом дворе расскажет народный артист Советского Союза Алибия Гнишев. Дом, о котором сегодня пойдет речь, расположен в Алматинском квадрате улиц Кунаева и Тулебаева, и точный адрес его – Казыбек Би-40. Уникальность двора для истории города бесценна. Построен он был в 60-х годах в прошлом столетии специально Министерством культуры Казахской ССР для творческой элиты того времени. Именно здесь прошли самые теплые и добрые годы народного артиста страны Алибека Мусаевича Днишева. Приехав на съемки, он в первую очередь направился к подъезду и окнам своего детства. Я вспоминаю, что в Алмате, в принципе, было всего 4 дома, построенных Министерством культуры. Это вот то, что вы снимали «Дом артистов», «Наш дом», «Дом на Карла Маркса и Калинина» и еще 16-й магазин мы его назвали. Это около Целинного, туда выше немножко. Я буду оперировать старыми названиями, если можно. И вот я вспоминаю со школы, когда идешь, заходишь, здесь была калиточка, идешь прямо и видишь окна нашей квартиры зимой. Особенно это было зимой. Так приятно, потому что ты замерзнешь, идешь домой, а окна запотели. Значит, мама на кухне готовит ужин, ждет нас домой. И вот эти воспоминания у меня остались такими очень теплыми с детства, радостными. С глубочайшей любовью и теплотой вспоминает о родителях Алибек Мусаевич. Тепло и очень скромно. А ведь именно это качество было присуще в то время той интеллигенции тем людям, кто жил и творил здесь. Муса Днишев, отец золотого голоса страны, в этот период занимал пост заместителя министра культуры Казахской ССР. Камиля Абдулина, его мама, родная сестра знаменитых оперных певцов, братьев-близнецов Абдулиных. Но мало кто знает, что именно ее решение из Усть-Каменогорска привезти в Алма-Ату на учебу знаменитых братьев сыграло судьбоносную роль для культуры города и страны. Здесь, видишь, растет виноград. Это мы посадили. А вот это окна нашей квартиры были, два окна. И в этой квартире, казалось, она большой, 58 квадратных метров в общей площади. Жило нас шесть человек. Четыре брата, мама и папа. Все умещались. Тесно не было. Тесно не было, да. И мне часто снится этот дом, эта квартира, что я просыпаюсь, и мне хочется опять сюда вернуться, в этот дом. Город, белоснежная зима, юность и зеленая страна, мой самый первый сон, мой самый теплый дом, мне не забыть, мне не забыть тебя. Город мой я окна отворю, над домами горы я найду. Как чистый первый снег, как ясный детский смех, мне не забыть, мне не забыть тебя. А вообще у артистов ведь семьи были большие, как правило. И мне повезло, что мистец культуры построил этот дом. Нам всем повезло, потому что здесь столько было ребят в этом дворе. Я хочу вспомнить людей, которые здесь жили, очень известные люди. Вот в этом подъезде здесь жил из известных людей, такой дирижер, я считаю, Фуат Мансуров. Он увлекался альпинизмом, был мастер спорта, он и вот Анатолий Кельберг, два друга. В этом подъезде, например, жила замечательная балерина, солистка нашего театра, Инесса Манская. Жила Сауле Гарифулова, кстати, дочка Гарифулы Курмангалиева. На третьем этаже жил Сакен Жунусов, писатель. До сих пор живет его супруга. Ар Ленин жил, замечательный солист нашего театра оперного, тенор прекрасный, Виталий Ар Ленин. Здесь вот, я уже говорил, жил Жулхарид Байсиитов, директор оперного театра, а здесь жил его одна фамилия, Канамик Байсиитов, наш великий основоположник казахского оперного искусства. И всегда, да не, частенько я видел его возвращающегося домой зимой, ему было всегда жарко, и пальто у него было распахнуто, в руке у него была папироса, которая погасла очень давно. Руку он держал вот так в сторону и шел мелкими шагами, тук-тук-тук-тук-тук, вот сюда, к себе домой. А выше жил Халтай Мухаммеджанов, знаменитый наш, замечательный, замечательный человек, замечательный драматург, писатель. И приходил сюда, в этот подъезд, Чингис Айтматов, а сюда приходил Григорий Чухрай. А отсюда раздавались рулады Сауле Курмангалиевой, когда она распевалась. Выше там жил Федулин Александр Семенович, заместитель министра культуры, потом он возглавлял Госкино в этой республике. Прекрасный, интеллектнейший человек. А еще в нашем подъезде жил прекрасный человек и замечательный очень кинооператор Марк Беркович. Беркович был кинооператором, постановщиком таких картин, как «Наш милый док», «Алдар Косе», «Ангел Семенович». Слушая Альбека Днишева, складывается такое ощущение, что все то, о чем он рассказывает, происходило не полвека назад, а вчера. Картинки оживают, ярко и эмоционально. И мы чувствуем и силу творчества, и характер, и даже дыхание знаменитых алма-атинцев, когда-то проживавших в этом скромном, на первый взгляд, доме. Да, кстати, солнце, знаешь, я не люблю черные очки. Они как-то меняют мое ощущение, мироощущение. Вот я, можно заменю? Конечно. Сразу все стало светлее, все стало вокруг голубым и зеленым. Как прекрасно. И вот этот старый двор, столько он навевает, конечно. Я уже говорил, сколько здесь прекрасных людей жило. И вспомнил я, кстати, вот здесь, в этом месте, в этой квартире, жил замечательный художник, Жанатай Шарденов. Я вспоминаю, как он всегда утром с Мольбертом уходил вот так по диагонали и куда-то на природу. Результатом чего явились великолепные картины, которые сейчас очень высоко ценятся. И я даже вспоминаю такой случай. К нам сюда, в Казахстан, приезжал где-то в начале 60-х годов. Американский живописец, прозаик, очень известный в Америке художник Рокуэлл Кент. И вот папа мой сопровождал его. Папа был заместителем министра культуры. И ему поручили сопровождать Рокуэлла Кента здесь, в Казахстане, в Алмате в частности. Я помню даже, как мы ездили на Большое Алматинское озеро вместе. И когда Рокуэлл Кент уезжал, и ему предложили выбрать картину в подарок, картину казахстанского художника, он выбрал картину молодого художника тогда, Жанатая Шарденова. Сказал, вот эта картина мне нравится, и я с радостью повешу ее у себя дома, и она будет мне напоминать о Казахстане, о природе вашей прекрасной страны. И вот тогда это, наверное, дало толчок для дальнейшего творчества Жанатая Шарденова. Его картины сейчас, кстати, вы все знаете, что они очень ценные. У нас, кстати, им подаренная моему отцу картина, у меня дома висит. Дорога на Медео называется. Старая дорога, которой сейчас уже нет. Я ее помню, когда жили мы в домах отдыха, отдыхали с родителями. Вот эта дорога такая, она была тихая, полупроселочная, а сейчас уже ничего от нее не осталось. Уже русло ее изменило. Да, да, совершенно другая. Напоминает мне те времена, напоминает мне Шарденова, этот двор, наши горы. Они, конечно, неизменны, но они все равно немножко изменились. Здесь еще жил прекрасный у нас во дворе профессор Черкасов такой. Или Черкасский, Черкасов. Я уже не помню. Он был живописец из эвакуированных. И вот Гульфарус Исмаилова, например, училась у него на живописи. Вот он жил вот в этой части двора. Даурин Абиров, такой замечательный балетмейстер, работал в нашем оперном театре. Также жил в этом доме. Вообще, здесь жили и простые музыканты, простые артисты казах-концерта, артисты ансамблей. Вот в той части дома, на третьем этаже, сейчас мы, кстати, встретили его правнучку уже, жил замечательный казахский бас Мурат Толубаев. Он был такой колоритный. Вообще, редкий голос был у нас в опере, в оперном театре. И мы маленькие, и с родителями когда ходили, я всегда восхищался. Вот он жил, он жил, и почему-то еще жили его два брата. Один жил здесь, другой жил в той части дома. Вот, хотя два брата уже не имели отношения к музыке. А вот Мурат Толубаев заполнился, конечно, человеком, который создал очень много колоритных образов, особенно в казахских операх. В опере Абай, например, Сертана. В этом дворе прошла моя юность. Самые хорошие такие годы, где-то с восьми лет и до того времени, когда я женился. Мурат Толубаев. Мурат Толубаев. Вот ваш двор, вы, наверное, счастливыми были детьми, потому что вы жили прямо, ближе некуда к кинотеатру Алатау. Кинотеатр Алатау строили на наших глазах. Это вообще... Когда его открыли, когда его открывали, мы бегали здесь пацанами. Вообще, около кинотеатра Алатау прошла большая часть нашей жизни. Именно непосредственно в кинотеатре. Мы научились до того виртуозно открывать двери в этом кинотеатре. Мы сделали такие крюки, и были у нас мастера, которые... И мы пробирались на сеансы и смотрели все фильмы. А летом было раздолье. Последний сеанс, кондиционеров не было тогда. Двери были открыты. Пожалуйста, 10 часов, дети до 16 лет. Кино, я помню, Рокко и его братья смотрели. Подходи и смотри. Смотри любой фильм. И вот вся жизнь прошла. Окол кинотеатра Алатау мы и в футбол играли там. Потому что негде было. Это сейчас везде площадки есть. Слава Богу. А тогда негде было. Вот мяч в пенале. Виртуозный. Я очень отличался высокой техникой игры в футбол. Да. И вот мы здесь бегали пацанами. На кинотеатр мы с братом, по-моему, соревновались. Мама нас отправляла во двор. Зимой, когда выпадет свежий снег, она говорит, идите, потрясите дорожки, ковры какие есть. И мы выходили, и часа три ходили вокруг ковров. Ну, домой неохота было идти. Трясти тоже неохота. Чем заняться? И вот мы кидали на крышу кинотеатра Алатау снежки. Кто забросит наверх туда. И я выигрывал этот спор обычно. А во дворе мы рядышком заливали каток. Ты, как известный хоккеист. Я вижу, что тут все время. Мы заливали каток, и первые мои уроки. Я не очень хорошо катаюсь. Больше я так футбол, теннис и прочее. А вот первые уроки катания на коньках, одни из первых, были здесь. Вот рядом с кинотеатром Алатау. А перед кинотеатром Алатау висел большой экран. И там показывали летом всякие киножурналы. Была газвода, естественно, в которой мы так... Ах! Вот ты идешь, хлоп, бру-бру-бру-бру, оттуда мелочь высыпется. И пьешь эту воду вкуснейшую. Стаканы стояли. И никто их не забирал. Никто их не уносил. Кинотеатр Алатау, это наш двор. Наш двор-то называли. Алатау. Ребята, городские ребята называли нас Алатаускими. Наша банда была Алатаускими. Всякие... Были районы. Ну да, как обычно. Были Алатаускими. Сейчас мы будем Макдональдс... Не выговоришь. Я не могу выговорить. Если вы однажды окажетесь в этой точке города, не поленитесь, остановитесь. Посмотрите на окна и балкончики этого старого, но очень важного для Алматы и алматинцев дома. И вы почувствуете и мощную творческую энергию, и любовь к жизни, которую излучали и до сих пор излучают стены этого дома. А как иначе? Ведь ничто не проходит бесследно. И дух замечательных людей, когда-то проживавших в доме этом, до сих пор творит и царит здесь. Абус Арсинбаев, Нургисат Линдиев, Рахмадиев жил здесь. А здесь была беседка, и мы играли там с мячиком. А Рахмадиев шел оттуда, секретарь союза компонентов. Молодой человек, как я сейчас понимаю, ему было лет 30, наверное. Потом он вспоминал все время, что Алибек сидел в беседке, играл на аккордионе. Я не помню, что я играл на аккордионе. На аккордионе я играл, конечно, я занимался дома. И вот это все у него трансформировалось. Я там занимаюсь, а вот он представил, что это... Беседки. Как говорил поэт, над вымыслом слезами обольюсь. Так что, если немножко все-таки истории должны быть приукрашены, тогда будет интересно. Слушай, Алибек, я об этом доме не знал. Я знал, что здесь Коржубаев жил, знал, что Фуат Мансуров. А Тлиндиев? Тлиндиев. Ну, Тлиндиев жил несколько лет, да, на первом этаже. Вот, и у него остались на всю жизнь добрые отношения ко мне. В последующем, когда мы встречались уже там на репетиции, как-то у нас был концерт большой в Москве, во Дворце съездов по случаю какой-то даты. Вот он всегда, всегда вспоминал, всегда тепло говорил об этом. Знаешь, что интересно было? Вот на втором этаже жил человек, музыкант, солист оркестра, гостелерадио. У него у единственного, почти что у единственного была машина. Старый такой, ну, не старый, по теперикам, да, тогда это был новый москвич. И вот он выходил, когда во двор, все дети бежали к нему, кричали, дядя Боря, прокатите. И что удивительно, дядя Боря сажал всех детей в машину и вез. Палму опел. Я помню, куда-то до стадиона центрального нас вокруг катал. Ведь он шел не просто так на улицу нас покатать, он шел, наверное, по своим делам, но никогда не отказывался. И дети все набивались гурьбой, к нему машину он возил. Сафон Шаймерденов здесь жил, прекрасный писатель. У него была машина «Волга». Вот на этом месте он ее постоянно был. Воскресные субтитры. Сафон Шаймерденов. Да, Сафон. Его сын Саян Шаймерденов. Очень известный спортсмен, заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион Советского Союза по хоккею на траве. Ныне покойно. Вот улица на нашем городе, там где-то в районе Калкаман, наверное, выше, названная именем Саяна. Вот. И это были мои друзья. Вот здесь, здесь мы любили летом с братом. Ночью окна откроем и черешню наберем и сюда эти косточки. И смотрим здесь, как это студенты Каспи парочками возвращаются в общежитие с девушками. Есть на что посмотреть, да? И смотрим летом. А вот это дерево вот я посадил здесь. Вот это? Да. Ну, оно какое-то уже, видишь, не очень. А здесь я, кстати, забыл. Здесь еще жил замечательный режиссер Карпов, Александр Карпов. Жил он здесь, Сашка у него и Галя, дочка Сашка, сын был. И Карпов, это режиссер одной из лучших картин казах фильма, когда-либо созданной, сказа матери. Вот, но самое дорогое для меня, это эта квартира, это наша семья, когда все были живы, когда дома был уют, покой и радость от того, что были живы родители. И я вспоминаю стихи Шпаликова, по несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайтесь в прежние места, даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Путешествие в обратно я бы запретил, и прошу тебя, как брата, душу не мути. А не то рвану по следу, кто меня найдет, и на валенках уеду в сорок пятый год. В сорок пятом угадаю, там, где, боже мой, будет мама молодая и отец живой. Вот такое у меня ощущение от этого всего, от этого дома. Между прочим, жизнь моя прошла между двумя парками, можно так сказать. Парк культуры, там прошло детство, и парк 28 гвардейцев. Прям вот здесь был кинотеатр. Никогда не знал. За большим забором. То есть, получается, деревьев не было этих? Деревьев. Части, наверное. Части, вот, молодых более-менее, наверное, не было. И, естественно, деревянный забор, мы в нем делали, просверливали ножичком дырочки и смотрели фильмы любые. Было прекрасно. Недалеко, кстати. А латал, или сюда вечером прибежать летом. А дальше была сцена, летняя эстрада, на которой проходили концерты. Вот она находилась на этой площади, сейчас перед собором, здесь прямо справа. Вечерами проходили прекрасные концерты, хилармонические. А сзади, за кулисами, была бильярдная. Вообще, с этим местом связано очень много. Я вспоминаю вот эту, еще раз вспомнил эту эстраду здесь. И Биби Гуляхметовну молодую, она пела песню. Она пела, конечно, не ту песню, которую бы я хотел закончить бы, нашу с тобой встречу. Она пела что-то. Ну, а в Алма-Ате тоже. А мы с тобой сейчас споем песню. Город наш родной Алма-Ата, весь ты тонешь в яблоневом цвете. С чем твоя сравнится красота, нет тебя прекраснее на свете. Все, кто молод, приезжайте в наш любимый город. Приезжайте в наш любимый город, потому что лучше Алматы для меня и Нелика. И для наших друзей, и для всех алматинцев нет города на земле. Я знаю многих, у меня есть много друзей, которые живут в других странах, которые уже что только они не видели. И они говорят, лучше Алматы, лучше наших город, лучше нашего города. Ничего на свете нет. Ну вот, друзья, мы рассказали вам еще одну историю об одном алматинском дворе, который в народе называли Алатаовским двором. Его называли так потому, что он располагался сразу за кинотеатром Алатау. И об этом дворе и о его жильцах рассказал народный артист Советского Союза Алибе Гнишев. Алматинские истории продолжаются. Алибе Гнишев